всем привет ребят я не знаю как вам показать индийских бегунков потому что мамулька их защищает отлично единственное что хочу сказать вот то девятое яйцо которое я подложил под вторую утку она так и не вывелась то есть утенок даже не начал прокручиваться я не знаю возможно это уточка плотно на нем сидела так как она еще не понимала что нужно привстать потому что сидит не так давно или сам утенок был слабый он во первых и прокнулся все уже вывелись а он только проклянулся поэтому судить и гадать по какой причине не вывелся последний утенок но нет смысла не вывелся жалко конечно но ничего не поделаешь как же вам показать этих малышей я не знаю сейчас поставлю отходи отходи давай отходи крыш отходи вот такие красавчики 8 штучек мамка отходи вот видите как защищает умничка умничка хочется вам показать их отходи вот такие красавчики ну они стоят как солдатики но пока ходят как обычные уточки но я думаю что пару дней они а ну отходи отходи мамуль отходи вот ходи давай вот такие бегуночки вот смотрите некоторые стоят вот солдатик стоит а побежал так более наклонено ну а стоят как солдаты стоит у них водичка только что поменял наливаю неполно потому что они все равно не пьют много и приходится менять и стоит комбикорм тот же стартовый для цыплят я даю его всеми они все его отлично едят ну вот так я сейчас вам пробегусь здесь по по всем малышам вы просили показать квочек просили показать пушинку но пушинка пока не сидит ребят я решил для себя что пушинки но сейчас мы подойдем к ней и я вам покажу но расскажу гуси уже сами зашли домой вот такие они уже большие в общем умостились спать поросятки я вам говорил что не буду показывать свиней в видео про птицу но раз сюда зашел можно показать вот здесь агата и фиона а вот там сидит виталька и веснушка уже достаточно крупненькие и уже можно будет агату и фиона скоро покрывать не надо за мной идти не надо квочки вы просили показать квочек вот смотрите ребят гуси выходят квочек я садил в один день но вот это мамулька она плохо плохо сидела первые дни и у вот немножко задержится боже гуси туда-сюда туда-сюда а вот это моя красненькая курочка у этой уже начался наклевать смотрите вот яйцо проклюнуто ведь это и завтра уже у этой будет вывод а это выведет возможно послезавтра а возможно еще на день позже и что вот я для себя решил так как я цыпляту этой и у этой заберу ну то есть буду держать только под этой курочкой то это я положу опять яиц и она выведет вместе с пушинкой потому что пушинку я до сих пор не посадил инкубатор я включать не буду а вот пусть две курочки также выведут цыплят для пушинки ну а это посидит еще раз она толстая то есть она у нее достаточно хороший вес она хорошо кушает корм у них стоит вот сейчас вот дробленку ставлю эту дробленку то стартовый для цыплят и они нормально его едят так что ну вот так пусть посидит еще раз рассиделась теперь прям такая хорошая наседка вот такие дела и по поводу цыплят сейчас вам покажу малышню всю цыплячью у меня три курочки сейчас с малышней 3 карликовых вот ты сидит ангелочек у нее тоже вроде 10 мне кажется у них у всех по 10 3 8 10 или 11 я не могу посчитать пусть отойдет 4 11 11 у этой мамульки 11 вот там у другой 10 часа на тех покажу также тоже вот у них стоит стартовый комбикорм и водичка все больше ничего нету эти цыплята отличные такие прям активненькие все веселенькие некоторые крылышки вывернуты как у курочек а некоторые бинтаночка потому что петька здесь бинтанка вот такой крикливый осталось у него две курицы потому что весь куриный состав который здесь находился все постепенно садятся на яйца вы уже видели что я продал три нет четыре курочки я уже продал с цыплятами и вот два дня назад уселась еще одна у нее 15 яйц я проверил она два дня сидела на одних и я проверил в некоторых был уже зародыш некоторых нет и доложил пособирал здесь по гнездам все и теперь у нее 15 яиц и ну получается что есть сидеть три недели вот так у меня карликовой курочки сели почти все то есть из 11 штук вот осталось всего 2 то есть 9 курочек из 11 тела и есть вероятность что даже те две которые остались тоже сядут на яйца ванюшка закрыл гусей двери они ходили гулять в общем он их закрыл вот я вам еще хотел индюков показать это те индюки которые мне прислал в посылке яйцо андрей новосад вот пять пять индюшат из шести вывелось здесь три индюка и две индюшечки у одной индюшечки была повреждена ножка она это ты нет это не ты вот эта девочка она покажи вот смотрите видим так перетерта она вот по верху но уже пальчики шевелятся и слава богу все хорошо потому что я очень переживал нога была не то чтобы синяя она была прям черная но сейчас все хорошо и индюшечки эти чувствуют себя отлично и я их обеих хочу оставить на следующий год на разведение потому что это белая широкогрудная породная птица и я думаю что они будут хорошие индейки потому что они ничем не болели вот так хорошо растут и вот такие уже прям сейчас огромные ну и вот эти что же цыплята вот все бородатые хохлаты галашейные чубаты это тоже все цыплятки из той же посылки от андрея новосада и они одно время очень болели мне несколько цыплят пропало но остальные вот такие все хорошенькие активненькие чувствуют себя хорошо вот так ну и напоследок же у меня еще здесь же две курицы а что со светом ты что сделала со светом горела лампа у тебя ну ночь не буду менять уже поменяю завтра наверное да лампочка сгорела здесь вот тоже сидит один ангелочек а ну покажи малышня покажи а ну отойди ой зацепился а вот у этой как-то малышня самая слабенькая у нее восемь штучек было семь но потом еще вылупился один цыпленок под курочкой красный как я яйца переложил помните под нее и она его хорошо а нет у нее было шесть потом вывелся один и еще один а третье яйцо пропало но она вот этих двоих хорошо приняла я боялся что она будет обижать но нет она их не стала бежать вот такая умница восемь штучек и они какие-то прям самые слабенькие вот не знаю почему нужно их будет сейчас пропоить витаминчиком и потом от кокцидиоза ну а пока ходят не знаю вот этот прям такой надуты не вроде шустренький кормушка вот была с кормом вывернула все высыпала перемесила перебила и не знаю специалистка справилась вот чего вы такие баловные девки ну вот такие дела у нее ну и вот сверху моя самая любимая курочка из пушистых это шишка у шишки тоже 10 цыплят до у одного вот ножка же вот такая плохая которую я наматывал потому что вы спрашивали как там ножка никак нет толку в общем она просто вот так вытянута назад цыпленок живой активный ну я имею ввиду такой крепкий но вот из-за ножки это конечно не очень и и до сегодняшнего дня все цыплятки были вообще то есть ровненькие классненькие но сейчас что-то я вот замечаю сонного цыпленка вот прям сонный ну вроде водички попил но вот мне не нравится его поведение он такой сонный завтра посажу их на антибиотики не нравится вообще они очень красивые вот такие все вот видите смотрите вот этот как раз он и вот второй цыпленок очень похоже на мамку на шишку это скорее всего прям и и и и родные прям с ее яйца а вот беленькие это конечно не ее так что вот такие дела но они такие красивые такие хотела меня клюнуть плынула цыпленка чокнутая мамуль смотрите какие красавчики а ну вот смотрите вы красивый да и вот это мне нравится красоту ничка да давай есть такая вот черненькая с белой грудкой очень похожа на ласточку смотрите какой красавчик цыпленочек да ой какой красивый прям все разные разные вот лысые лысые мне вообще нравятся ну как лысые я имею ввиду перышки на них не сильно растут вот такие ну и вот этот очень красивый цыпленок но какой-то сонный нужно срочно пропоить от кокцидиоза эти цыплятки уже постарше им как раз три недели завтра куклы куплю байкокс с утра заеду витаптеку и сразу их пропою такой жалко если пропадет там там красавчик малыш не расстраивай меня а так вообще жарю такие вот необычные необычные такие вывернутые пёрышки вот какая красота ой какая красота страшно тут стоять да так вот пёрышки в другую сторону ну не милота это карликовые курчавые кохенхины потому что вы часто спрашиваете как порода называется но мне нужно обновлять кровь потому что у половины цыплят лапки сросшие пальцы на лапках сросшиеся это конечно не очень хороший признак и нужно будет где-то найти ну вот выбрать вот таких с хорошими пальцами и найти да хватит меня клевать и найти для них ну хорошего петуха такого прям который будет прям хороший да вот такая вот ласточка мне прямо очень нравится да красота . курочка это или не курочка ну вот такие дела ребят все буду заканчивать вот с цыплятками все хорошо жду завтра цыплят посажу завтра пушинку а пока на сегодня все до шишка шишка для какая-то нельзя с тобой по это потрогать нельзя все так я прикрываю ой как пыльно и они не вылазят сидят себе это уже он детвору попрятала лампочки нету прохладно наверное стало и они все под нее полезли да мамулька ну вот такие дела эти все посадились положить сам даже цыпленок один уже залетел наверх на перекладину спят я им уже стал тоже сыпать дробленку но не только одну дробленку чередую дробленку со стартом дробленку со стартом индюшата конечно уже давным-давно пора перевести их на дробленку но хочется чтобы они были хорошие поэтому пусть тоже сидят на старте получается у меня здесь 5 индюков вот и на том дворе 12 так что у меня 17 индюков никогда не думал что у меня будет столько много индюков тех 17 нужно уже будет тоже выпустить из клетки потому что им там уже достаточно тесно и еще ребят я мне не сложно отвечать на комментарии в которых вы просите там помочь например чем пропоите и еще что-то на одну то есть пишите там что делать у моих цыплят по нос единственное что я могу у вас спросить это то чтобы вы писали комментарий более развернуты потому что вот буквально сейчас я заснял видео про поросят вот ну которая вышла дам два часа или три назад и там пришел ко мне комментарий мои цыплята и бройлеры поносят что мне им дать ребят от вас это неправильно звучит комментарий я не могу понять что мне ответить на комментарий на такой комментарий потому что вы если хотите узнать чем пропоить ваших там цыплят или бройлеров или утят или гусят мне должны написать более развернутый комментарий с информацией по которой я могу понять от чего же у вашей птицы вашего молодняка по нос вот если вы хотите узнать у моих цыплят по нос что мне делать то вы хотя бы должны написать моим цыплятам там например три недели я их кормлю тем-то тем-то они живут у меня там-то там-то и у них по нос что мне делать и вот по вот этому анамнезу можно сказать то есть по вот этим симптомам разным и вообще вот по вот такому комментарии я могу более менее что нибудь понять но когда просто вот так из трех слов комментарий ребят я честно даже не отвечаю потому что ну я когда вам отвечу я спрошу я могу спросить вы под этим комментариям какой возраст ваших цыплят но я потом не найду его комментарии в такой поток так много комментариев что когда вы напишите там же под тем комментариям что вашему вашим цыплятам там три дня пять или три месяца то я его просто в потоке комментариев не найду поэтому если вы хотите получить от меня ответ то пожалуйста пишите комментарий более развернутый спасибо большое вот так красавчики какие индюки сидят слушают что я им тут втираю да обожаю индюков теперь я не знаю они такие классные и как казалось не такие прям уже и сложные в содержании мне кажется что бывает даже цыплят поднять нам немножко сложнее чем вот этих красавчиков просто все ой засыпает засыпает просто все дал по графику все препараты и они вот такие все активные и хорошие да немножко испугали они меня на прошлой неделе когда один такой был немножко невеселый но я им дал по 500 миллиграмм метранидазола и все у них наладилось вот так ой засыпают засыпают детки ну все ребят всем большое спасибо за просмотр небольшой обзорчик провел ну думаю кто просил там цыплят и наседок я справился с задачей ну и все всем пока пока